100 миллионов рублей такую субсидию из краевого бюджета получил Сочи на снос объектов незаконного строительства. В списке на демонтаж 54 дома, напомнил Анатолий Пахомов. И все должны быть снесены до конца года. Мы дополнительно даем полномочия нашему управлению капитального ремонта в сносе объектов. Речь идет о чем? Что все объекты, которые сегодня признаны самовольными, должны быть снесены. Губернатор края выделяет 100 миллионов рублей. Пока. Эти деньги будут направлены в УКР для того, чтобы они, используя эти деньги, используя своих сотрудников, сами приступали и сносили. Если застройщик не компенсирует бюджету расходы за снос, то на основании судебных решений земельный участок перейдет в собственность муниципалитета. Не менее важный вопрос, который становится все более актуальным с приходом лета, это борьба с незаконными сбросами в реки и море. С начала года в Сочи провели 184 рейда. Результат – 23 объекта были отключены от воды. Сотрудники МУП водоканала выдают предписание, дают трехдневный срок и, соответственно, абонент, потребляющий воду и, скажем так, производящий продукты жизнедеятельности, должен устранить данное замечание. Если замечание не устраняется, МУП водоканал производит ограничения по водоснабжению до устранения данной ситуации. Количество рейдов по пресечению неочищенных стоков нужно увеличить, дает поручение Пахомов. А еще с завтрашнего дня мэр начнет лично инспектировать городские пляжи, проверять их на предмет благоустройства и безопасности. Абсолютно все зоны отдыха у воды должны быть открыты для туристов, подчеркнул глава Сочи, а незаконные торговые точки у моря закрыты. Особое внимание уделить вопросам, связанным с туалетами, и туалеты бесплатные должны быть, когда туалеты закрывают, когда не пускают человека в туалет в ресторан, это жлобство. И туалеты все бесплатные. Я не раз говорил, что если есть платные туалеты, они зимой были платными туалетами, сейчас они должны стать бесплатными, а им платить должны руководители пляжных территорий. На планерке обсудили и борьбу с коричневым раморным клопом. Администрации сельских округов и районов уже обследовали более 15 тысяч домов и дач. Больше всего вредители в селах Адзерского и Хостинского районов. Также на совещании напомнили, что в эколого-биологическом центре Сочи продолжают раздавать гамбузию, которая питается личинками комаров. Полезную рыбку для выпуска в водоемы на своих участках уже взяли 250 сочинцев. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ.